книга открытым окон тема ереси секты вопрос 758 в канонах написано что с еретиками нельзя молиться а известно что вы молились с баптистами а с католиками можно патриарху алексиев ставится вину что он молился на литургии с армянами и католиками как это понимать отвечает игнать тихоныч лапкин православных много чего не разработано с определением многих вещей и много приходится делать на ощупь согласно догматов принятых на шести вселенских соборах еретиками назван только те кто не признает святую троицу или исповедуют ее не не православных или исповедую и не православным если бы мы жили до 787 года перенесясь туда со всеми нашими понятиями на сегодняшний день то католики и баптисты не еретики определенно если их сегодня называть еретиками то это самостоятельные решения несоборные ну вот мы вернулись 7 вселенского собора каждому из нас вручили его решение декреты и теперь я поворачиваюсь к моим вчерашним друзьями говорю с 6 часов вечера вчерашнего дня вы враги и еретики и пошли вон отсюда я патриот и признаю только решение последнего собора так вот в данном случае я не был виноват до 6 вечера вчерашнего дня тем более решение этого о конкретном человеке не было главное что даже находясь там он не хулил бы иконы не называл их идолами но если совместные молитве будет звучать что-то еретическое я не скажу аминь то есть я с ними не молился говорю о тогдашних католиках не о сегодняшних шпионах и иезуитах врагах россии с ними нельзя молиться не из-за их ереси а из-за их сатанинской злобы против православия и россии самая главная ересь католиков это непогрешимость папы и претензии на главенство во всемирной церкви у баптистов этого нет они просто сироты не имеющие священство слово молиться совместно имеет смысл участвовать с ним приветствовать его в его заблуждение то что сегодня ура патриот ура патриот и православие называют ересью готовы умереть за единый аз как протопоп а вакуум можно предположить что они или не знают или накрыпка забыли что некоторых учений которые некогда называли ересями придерживались святые отцы но время показало что это были незначительные разномыслие как говорит апостол павел 1 коринфянам 11 глава 7 19 стих ибо надлежит быть и разномыслием между вами дабы открылись между вами искусные относительно патриарха алексея трудно алексея трудно сказать не быв с ним вместе в каких молитвах он участвовал если если звучали монофилистские молитвы и он говорил аминь он повинен он не просто присутствовал а был участником самом их таинстве впрочем думаю что навряд ли он сказал в тот момент армянам об их заблуждении